И вот еще заблуждение о пользе стояния, сна и так далее, голодание. Значит, Натали Е. пишет, можно все-таки голодать на лимонной воде. Сразу же скажу. Вот не надо путать понятия. Голодание это одно. Голодание бывает, значит, на воде и голодание бывает без воды. Ну и там по срокам она разделяется. Вы можете день, 24 часа, больше-меньше. То есть по срокам разделяется. Все это я писал. А вот что касается, если вы не кушаете, но пьете лимонную воду, это уже будет у вас диета. Лимонная там диета. Это надо различать. Вы при этом не запустите те механизмы, о которых я вот говорил, происходят на голоде, разворачиваются. Но тем не менее, тем не менее, благодаря вот тому, что вы пьете ту же лимонную воду, у вас, значит, будут эти очищения. У вас за счет вот этого вот лимона будет происходить там, допустим, доокисление разного рода шлаков. У вас будет своего рода уже очищение. Я говорил, своего рода очищение, оздоровление. Да, будет. Все это будет, но не в той мере, в какой это бы происходило на голоде. Возможно даже, можно так даже подчеркнуть, что в некоторых даже случаях, в некоторых ситуациях, вот подобные диеты, разгрузочные, они даже будут лучше голода для того, чтобы решить какие-то, знаете, такие, ну, несущественные цели там. Поправить здоровье, сбросить лишнее и так далее, нежели голод. Могут быть лучше, эффективнее. Но для того, чтобы запустить то, что вы хотите на голоде, этого не произойдет. Так, с конституцией ветра хорошо растворяет шлак, голодать на воде, но в меньшие сроки, что лучше? Ну, я вам уже объяснил, что лучше. Значит, если вы хотите капитально поработать над своим организмом, то, естественно, голодание будет задействовать те механизмы, которые будут служить там обновлениями и так далее. Если вы хотите на лимонной воде, на яблоках там, я не знаю, там, на клюкве там или еще на чем-то там делать, то это все даст, несомненно, свой эффект, но не такой, как голодание. Теперь, что касается конституции ветра, это люди, значит, маленькие, мерзнущие, либо они большие, непропорциональные. Им лучше всего тогда, если вот, что касается голода, лучше всего голодать в теплое время года, на воде, чтобы это было в теплом помещении, чтобы они принимали вот какие-то, знаете, теплые водные процедуры, прогревающие в ванной. Вот это вот для них будет то, что надо. Но, опять-таки, повторюсь, ну, нету желания этого делать, вы можете попробовать там какой-то курс сделать на лимонной воде или еще на чем-то. Важно понимать, что кому-то это подходит, кому-то это не подходит. Вот если голод, он для всех подойдет, лишь бы его правильно делать. Что касается лимонной воды, допустим, вот для меня, я начну лимонную воду пить, и у меня фруктовые кислоты сожрут эмаль зубов. У кого эмаль зубов хорошая, нормально могут что-то там получить. Это, как правило, лица со слизистой конституцией. Может быть, лица даже с ветреной конституцией у них так. А лица с желчной конституцией однозначно, или если желчная конституция, она там где-то имеет больший, будем говорить, процент вашей конституции. Как правило, значит, эмаль зубов может слезть у вас на таком голодании. Причем довольно-таки быстро. Сейчас я как раз говорил вам и вспомнил, там у меня есть, вернее, у меня, я просто изложил, не свою информацию, информацию о лечении лимонами. То есть человек в течение дня там съедает, может быть, 10 лимонов, может быть, больше. При этом, опять-таки, надо учитывать свою индивидуальную конституцию, полоскать рот, чтобы не растворилась эмаль зубов. Применяют это лечение для того, лимонов, для того, чтобы что-то там растворить в организме. Допустим, какие-то камни в желчном пузыре, в почках, в мочевом пузыре. Там целый куст. Ну, опять-таки, это все, надо понимать, что вы делаете. Надо следить за своими состояниями во время вот этого курса. Ну, и тогда более-менее все будет нормально. А если просто вот так вот вам сказали, голодаем на лимоне, и пошло-поехало. Я надеюсь, все-таки вам объяснил смысл голодания и использования тех или иных средств, например, как лимонная вода, для того, чтобы получить тот или иной эхвект. А сейчас у нас... Слушаем? Обед. Отлично. Иду. Да. Видите, такой приятный женский голос сообщил обед. И мы пойдем с вами... Вернее, я пойду на обед. А после обеда вот это видосик я запил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...